Олег Калашников, начальник прислужбы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича. Капитан к нам присоединяется. Олег, здравствуйте. Доброго ранку. Расскажите про оперативную обстановку на Бахмутском участке фронта. Какая ситуация на сейчас? Ну, у нас обстановка очень тяжелая, непростая. Бои у нас постоянные, причем идут боевые столкновения непосредственно за позицией, там, где находимся мы, там, где находится враг. В день в среднем мы можем наблюдать около 20 боевых столкновений. Также работает артиллерия, минометы. Тяжелая техника немножко плохо задействована, потому что погода для нее не самая лучшая. Все-таки у нас погода неустойчивая, грязь. И также враг применяет довольно-таки сильно авиационную свою составляющую, то есть непосредственно фугасные авиационные бомбы с управляемым модулем полета и корректирования. То есть все это вкупе и складывает нашу обстановку. Бои идут как на северном фланге, так и на южном фланге. На днях в эфире одного из украинских телеканалов вы заявили, что Российская Федерация получила подкрепление в виде десантных подразделений и атакует на флангах. Какая цель этих атак? Ну, значит, у них самая основная, первая такая цель была – это остановить наше продвижение на южном фланге. То есть они поняли, что не могут удержать позиции. Мы знаем, что Клещевка-Андреевка перешла под наш контроль, то есть перешли господствующие высоты. Они думали сделать себе такой временный рубеж – это железная дорога Бахмут-Горловка, но поняли, что это тот рубеж, который им не поможет, учитывая, что он полностью простреливается с тех высот, которые мы взяли. Тогда они стали делать у себя такой оборонный рубеж – это по дороге Бахмут-Горловка, это там Дениколаевка-2, Адрадовка, опытная, вот это вот начали протягивать. И уже тогда они начали перекидывать новые подразделения, из-под лиманского направления, перекидывать 98-ю и 106-ю десантные, свои воздушно-десантные дивизии, для того, чтобы все-таки остановить наше движение и попробовать самим контратаковать и начать все-таки захватывать нашу территорию. Поэтому бои у нас ведутся и как на южном фланге, то, что уже целое лето продолжались, и на северном они активизировались, потому что именно там вот эти новоприбывшие дивизии, именно и там начали активные действия при поддержке пехотных. Это там 200-я пехотная, 88-я подключилась. И также в зону боевых действий на Бахмутские направления вернулась еще 72-я пехотная дивизия после восстановления под Светлодарском. То есть они все-таки сумели собрать такой значительный у себя кулак. Вот. Плюс также у них есть возможность пополнять на сегодня и вооружением свои подразделения, которые они берут с арсеналом. Хотя, если так взять, то мы уничтожаем их такое количество, что даже ту артиллерию они не успевают просто физически пополнять. Уничтожены намного больше. Ну, такая вот ситуация. А мы можем говорить, о каком количестве идет речь, которую Россия собрала на Бахмутском направлении, подтянула вот сколько людей и что это за дивизии? Насколько они укомплектованы, боеспособны, насколько у них высокая мотивация, подготовка? Ну, значит, если брать за количество, я бы сказал, за 50 тысяч их тут есть. Однако у них и потери довольно-таки большие и значительные. Если взять за прошлый месяц, как заявил спикер ОСУ в Хортесе, они потеряли на нашем направлении, это ОСУ в Хортесе, в зоне видополитания ОСУ в Хортесе, они потеряли 10 800 человек, ну, около 11. Если так взять за полные потери за месяц, то это где-то третья часть. То есть потери у них довольно-таки значительные. Технику они тут же и вооружение теряют тоже довольно-таки неплохо. Хотя, да, им удается доукомплектовать. То есть, если раньше мы могли наблюдать у них укомплектацию где-то 30%, то сейчас она у них повысилась. Буквально вот перед началом декабря, та же 72-я бригада, которую я вспоминал, получила 40 боевых бронированных машин. Сейчас у них где-то около 100-98, где-то так. Есть у них танки, там 24 минометы, около 40. РССУ-17, ствольная артиллерия больше 30. Но, тем не менее, если брать все-таки вооружение вооружением, личный состав личным составом, но непосредственно те военнослужащие, частично мобилизованные, которые поступают на фронт, они понимают, что они попали не на ту войну, которую им писала их пропаганда. Все-таки наши бойцы более мотивированы, потому что мы знаем, почему мы воюем, что мы воюем за свои семьи, за свою землю. Они приехали сюда воевать все-таки за деньги. Будем так откровенными. Только единицы у них ели такими ура-патриотами, которые хотят тут быть. Ну, еще я бы так сказал, психически неадекватные люди. Это те, у которых есть психические отклонения и имеют такие какие-то садистские наклонности. Им тоже хочется попадать в такую зону, где есть бесконтрольность и анархия. Поэтому даже тогда, когда мы берем их в плен и начинаем их расспрашивать, мы видим, что мотивация у них довольно-таки слабая. Они рассказывают про своих военнослужащих, про свои подразделения. Очень невесело у них, совсем невесело. Их используют действительно как на убой. Их просто бросают в атаки без поддержки тех же бронированных машин пехоты. Причем они постоянно идут на одни и те же наши рубежи. Умирают, погибают и идут новые. Поэтому для того, чтобы сдерживать и посылать на смерть своих людей, у них созданы загронотряды, которые непосредственно расстреливают тех, кто отказывается идти в бой. У них очень много дезертиров. Дезертирство довольно-таки распространено. Но значительное количество людей из них все-таки сдается, когда понимают, что здесь у них не курорт. Также у них отношение непосредственно их командования к своим подчиненным на очень низком уровне. То есть обеспечения, можно сказать, в некоторых предыдущих совсем никакое. Как с питанием, как с водой, как непосредственно бывает и с боекомплектом. Отношение к людям, скажем честно, просто скотское в данном у них случае. Вообще личный состав, судя из рассказов, даже если посмотреть их видеоролики, которые они выкладывают, то есть если можно сказать, что пленные там рассказывают под давлением, то можно посмотреть их видеоролики, которые там все еще служат, и можем убедиться, что морально-психологическое состояние у них невысокое. Хотя надо признать, что да, есть подразделения в тех же десантно-штурмовых бригадах, которые действительно умеют воевать, которые воюют и которые хотят воевать, потому что это их процессия, потому что много лет они учились. Ну, такая вот разная. А еще хотел бы сказать, что из-за того, что у них много дезертиров и таких вот настроений не воевать, у них создаются штрафные вот эти вот отряды, это штормы ЗЭТ. Именно там воюют не только вот эти криминальные элементы с тюрем, но именно туда отправляют тех, кто чем-то провинился в непосредственно в кадровом подразделении, то есть частично мобилизованы. Их туда отправляют на засылку. Ну, а штрафбаты, мы знаем, что это те самые подразделения, которые не жалеющие бросают просто в бои на наше вооружение и по принципу еще найдем. Олег, спасибо вам большое, что нашли время присоединиться в столь ранний час. Олег Калашников, капитан, начальник прислужбы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, говорили о ситуации на Бахмутском участке фронта. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин